Если банки не дают людям кредиты, то откуда же возьмутся деньги в обороте? Можно, конечно, дарить друг другу деньги, но мы живем в такое время, когда люди любят тратить деньги. Как вы видите развитие валютной сферы Германии в будущем? Возможно, в игру вступят такие инновационные технологии, как биткоин, или эта сфера будет развиваться по традиционному сценарию? Сейчас люди более открыты к новым технологиям и решениям, которые могут улучшить нашу жизнь. В частности, мы изучаем опыт других европейских стран. Мы изучали опыт Швейцарии и думали о том, как его можно применить в Германии. Мы также общались на эту тему с политиками, то есть мы уже начали процесс обсуждения денежной системы. Какая проблема подтолкнула к таким действиям? Главная проблема в том, что когда у компании нет денег, она не может оплатить счета другой компании за предоставленные услуги или поставку ресурсов. Соответственно, компании перестают сотрудничать и количество заказов падает. В результате страдает экономика всего региона. Становится проблематично купить товары. Все деньги уходят на крупные рынки, а небольшие компании этого региона перестают заключать контракты друг с другом. Это первая предпосылка к началу изготовления собственных денег. Если нам не хватает денег, мы будем выпускать собственную валюту. Как же можно решить эту проблему? Мы много говорили о биткоинах и о новых технологиях. Могут ли криптовалюты решить эту проблему? Это решение этой проблемы. Если вам не хватает денег, создавайте свои деньги. Если у вас проблемы с деньгами, создавайте свою валюту и меняйте систему. Обращаться к лидеру страны или к председателю центрального банка и предлагать им изменить денежную систему неэффективно. Так как банки получают свои проценты, но люди вынуждены их платить. А когда мы создадим собственные деньги, банки будут вынуждены их снизить. Как вы считаете, не станет ли это проблемой для Евро? Евро это глобальная денежная система. И эта валюта уже создала много проблем в Европе. Евро используется во многих странах мира наравне с долларом. И потому в некоторых отдаленных регионах людям не хватает валюты. Например, в Греции или Италии. Также в Восточной Германии часто не хватает евро. Что же делать людям в этих регионах? Нужно создать новую валютную систему, чтобы люди могли сравнить и выбрать то, что им будет полезнее. Возможно, региональные деньги сделают их жизнь лучше. Или стоит выбрать евро, так как можно использовать эту валюту и во время путешествий в другие страны. Люди могут привыкнуть к использованию двух-трех валют. Главное, чтобы эти деньги использовались эффективно и приносили пользу людям. Вы не думаете, что Германия последняя страна Европы, которая может говорить о денежных и экономических проблемах? В Германии уже существует несколько инициативных групп. В этом контексте Швейцария – лучший пример в Европе. Также существуют подобные проекты в Великобритании. Евросоюз поддерживает такие проекты. Они знают, что использование евро сопровождается проблемами для многих стран. Проблема нехватки денег актуальна для многих стран мира. Некоторые люди только богатеют. Но подавляющее большинство людей все же испытывает серьезные денежные трудности. То есть, в идеале, богатые люди должны отдать бедным деньги, чтобы бедные люди могли оплачивать кредиты. Но это невозможно. Мы не можем заставить их это делать. Я убежден, что рано или поздно каждая страна столкнется с проблемой нехватки денег и с необходимостью внедрения альтернативной валюты. Биткоины и криптовалюты как альтернатива евро. На эту тему с нами своим мнением поделился Франк Янский, глава Союза региональных валют Германии. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенца. Специально для Дукаскопий ТВ.